20% годовых за каждый день просрочки, блокировка карта в любой момент и рассрочка сроком до 1 месяца. Абсолютно любая кредитная карта выгоднее, чем карта рассрочки Халва. Или нет? Всем привет, меня зовут Ярослав, мы с вами на канале ВЗО, и сегодня мы поговорим о том, стоит ли вообще хоть кому-то заводить карту Халва, или можно спокойно обойтись без нее. Погнали! Карта выпускается Совкомбанком, оформить ее можно на сайте карты Халвы, что вполне логично. Нужно ввести имя, номер, дату рождения, потом выбрать адрес доставки или самовывоза, и все. Дальше только подождать, пока с вами свяжется специалист. В моем случае это заняло меньше минуты, а сама карта была готова уже в течение трех дней. Но важный момент, пока вы не получите и не активируете физическую карту, все операции по карте в приложении будут недоступны. Кстати, о приложении. Официально оно недоступно как в App Store, так и в Google Play, но специалист банка поможет вам установить приложение. Также его можно скачать на главной странице карты, если у вас Android, или установить веб-версию, если у вас iPhone. Активируется карта в момент совершения первой покупки, неважно онлайн или оффлайн. Хорошая новость! Карта бесплатная, за выпуск и обслуживание платить не придется. Но есть небольшая вероятность, что карта окажется полностью бесполезной. Ведь вам могут одобрить лимит рассрочки в целых 10 копеек. Нашему тестировщику именно такое и одобрили. Разумеется, в большинстве случаев начальный лимит обычно составляет 15 тысяч рублей. Но всякое в этой жизни бывает, так что будьте готовы к неприятному сюрпризу. Задолженность по халве формируется по схеме, немного схожей с кредитной картой. Есть два периода – расчетный и платежный. Расчетный период равен месяцу со дня заключения договора до этого же числа в следующем месяце. Покупки, совершенные в расчетном периоде, нужно оплатить в течение следующих 15 дней. Это платежный период. Первый платеж по халве не зависит от дня первой покупки, а только от даты, когда вы оформили карту. Пример. Оформили карту халва 15 апреля, а 5 мая купили телефон в рассрочку за 15 тысяч сроком на 3 месяца. А 14 мая купили ноутбук за 50 тысяч в рассрочку на 5 месяцев. Сумма минимального ежемесячного платежа будет равна 15 тысяч разделить на 3 плюс 50 тысяч разделить на 5. Итого 15 тысяч рублей. Дата оплаты первого платежа – 30 мая. Первый расчетный период для этого примера с 15 апреля по 15 мая, поэтому выгоднее было бы подождать 2 дня и купить ноутбук уже 16 мая. Тогда 30 мая нужно было бы внести всего 5 тысяч рублей, и только в конце июня уже 15. Если день оплаты обязательного платежа выпадает на выходной или праздничный день, тогда срок оплаты переносится на ближайший рабочий. Обратите внимание, пополнить карту халва не равно погасить задолженность по ней. Когда вы пополняете карту халва, деньги по умолчанию попадают на ваш текущий счет, а этих счетов у халвы два – для хранения ваших денег и сам кредитный. Для того, чтобы погасить задолженность, нужно в личном кабинете или в мобильном приложении нажать на кнопку «Погашение задолженности». Личные впечатления. Первое восприятие о карте – ничего не понятно. Лендинг очень пестрый, найти информацию о самой карте довольно трудно. Взгляд постоянно падает на бесчисленное количество акций. Разобраться в тарифах тоже было непросто, а некоторые пункты меня особенно напрягли. Я сейчас зачитаю кратко один из них, а вы поставьте видео на паузу, если хотите почитать полностью. Итак, при выявлении обстоятельств дающих основания полагать, что операции по счету клиента несут репутационный риск для банка, банк имеет право в одностороннем порядке установить тариф за совершение любых операций в размере 10% от суммы операции, а также ограничить дистанционное обслуживание клиента. Норм? По-моему, не очень, и я точно не единственный, кого это возмутило. Будьте внимательны с тем, какими средствами вы пользуетесь – своими или заемными. Проверить это можно в мобильном приложении и там же переключить тумблер, если необходимо. У Халвы одна из самых трудных программ лояльности. Трать больше 10 тысяч рублей в месяц, соверши в месяц 5 и более покупок у партнеров. И будет тебе счастье в виде 7,5% на остаток и повышенный кэшбэк в 6% при оплате телефоном. При оплате картой 2%, и это у партнеров программы. В остальных магазинах 2% при оплате телефоном и 1% при оплате картой. Следующий – negative момент. Крайне странно, что не все физические магазины партнеров участвуют в программе лояльности, поэтому перед походом в магазин нужно обязательно сверять адрес на сайте банка. Кстати, без подписки Халва десятка вам одобрят рассрочку ну максимум на 1-3 месяца, что довольно немного. Думаю, сейчас самое время проверить, принимают ли Халву названные партнеры. Когда я поехал тестировать карту Халва в один из ТЦ моего города, я вспомнил, что довольно часто слышал про эту карту раньше. Здесь в торговом центре почти постоянно находятся представители банка и предлагают оформить эту карту любому желающему. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли оформить еще одну карту Халвы, если у меня уже есть одна? К сожалению, нет. Только одна карта на одного человека? Хорошо, а как вообще оформляется карта? Оформление карты по паспорту Российской Федерации из постоянного места. То есть основные документы, это по сути паспорт и все. Сколько оформляется по времени карта? 5 минут, 10, день, два? Примерно 5-7 минут. 5-7 минут и все, карта уже у нас на руках? Да. Ну действительно, как здорово. А как активировать? Активировать карту можно через мобильное приложение. Устанавливается мобильное приложение, приходится там регистрация. Карта у вас уже активная, вы можете совершать. Ну то есть с момента подачи документов до фактического получения карты буквально пару минут проходит. Здорово, удобно. Спасибо. Конкретно эта карта называется Ауракарт и помимо стандартных бонусов Халвы дает один дополнительный месяц рассрочки на покупки в магазинах, которые подключены к программе, и один месяц бесплатной рассрочки на покупки в магазинах, которые в программе не участвуют. Кроме, к сожалению, местного гипермаркета, что довольно обидно. Получить карту здесь достаточно легко. Подписывайте документы, карта у вас. Все это занимает по ощущениям минут пять. Ну, карта у меня уже есть, вторую оформить, к сожалению, не дадут, поэтому прямо сейчас мы пойдем по магазинам и посмотрим, везде ли принимают карту Халва. А подскажите, пожалуйста, у вас Халвой же можно расплатиться, да? А не подскажете, сколько рассрочка там действует? Сколько рассрочка по карте действует, честно, я вам не подскажу. Вся информация к сотрудникам. Мы с коллегами только что узнали очень интересную информацию. Оказывается, банк Халва запрещает сотрудникам магазинам рассказывать про любые условия по их карте. Со всеми вопросами личного отделения банка. Такие дела. Итак, мы обошли 10 магазинов и везде получили утвердительный ответ. Да, карты действительно можно оплачивать покупки на указанных на сайте условиях. Кстати, ее можно использовать, чтобы и кушать в рассрочку, например, во вкусные точки. Мы снова здесь, и я готов отметить положительный стороны карты. Первая из них – приветственная акция 24 месяца рассрочки на покупки и рефинансирование кредитных карт. В течение первого месяца после оформления карты вы можете совершать любые покупки в рассрочку на 24 месяца у партнеров Халвы. Также все держатели Халвы могут в любое время рефинансировать в рассрочку на 24 месяца под 0% свою задолженность и закрыть кредитные карты любых банков. Чтобы увеличенный срок рассрочки сохранялся, нужно каждый месяц делать не менее 5 покупок на общую сумму не менее 10 тысяч рублей. Ну и, разумеется, вносить вовремя минимальные платежи по рассрочке. Количество партнеров тоже безусловный плюс. Может быть, вам не нужна мебель от Хоффа, а перекресток еще не заехал в ваш город. В любом случае, у вас есть лента, пятерочка, Gloria Jeans, Burger King, МТС. Словом, каждый найдет подгон для себя. У Халвы действительно большое разнообразие карт для разных категорий граждан. Обычная Халва. Та самая, про которую мы рассказываем все видео. Халва Мир. То же самое, что и обычная Халва, но другого цвета. Если честно, не совсем понимаю, зачем она до сих пор на сайте, потому что теперь все карты Халвы все равно работают на платформе Мир. Халвенок. Детская версия для самых маленьких без рассрочки. Можно получить до 6% на остаток, что для детской карты довольно неплохо. А еще тут можно выбрать свой дизайн. Халва социальная. Скидка на подписку десятка. 199 рублей вместо 299. Дополнительный месяц рассрочки в аптеках и сниженные требования к минимальному обороту. Теперь каждый месяц нужно покупать хотя бы на 5 тысяч вместо 10. Но вот количество покупок осталось неизменным не меньше 5. Халва пенсионная. Главное отличие – бонус 5 на 5 вместо 5 на 10. Это значит, что покупки нужно совершать на сумму хотя бы 5 тысяч вместо 10. Халва профсоюзная. Кроме основных преимуществ Халвы, держатели профсоюзной карты получают дополнительные бонусы. А именно, один дополнительный месяц рассрочки, экономию на страховании жизни и имущества. Их можно застраховать бесплатно у специалиста в банке. Кстати, детей и супруга тоже можно притащить. А также дополнительные скидки в магазинах, партнерах и многое другое. Единая карта жителя. Величественный дизайн с лосем в северном сиянии, если вы мурмурчанин. Вологда в зелено-синих тонах для волокжан и волокжанок. И забавная уралочка для жителей Свердловской области. Бонусом карты можно использовать как транспортные. Получится нехило экономить на проезде. Ну и количество партнеров – тоже очевидный плюс. Ой, ладно. Давайте про кэшбэк. Чисто теоретически вы можете получать до 10% кэшбэка и до 8,5% на остаток. Но для этого обязательно нужно подключить подписку Халву Десятка. Стоит она 3000 рублей в год. Нужно вам это или нет – решайте сами. Но для участия в программе вам придется совершать от 5 покупок на сумму не менее 10 тысяч рублей. Еще одно важное замечание. Бонусные баллы по карте Халва начисляются только после оплаты товаров или услуг за свои деньги. Это означает, что если оплата производится в рассрочку за деньги банка, то кэшбэк пополняться, увы, не будет. Максимальное количество кэшбэка – 5000 баллов в месяц. Один балл – один рубль. А за покупки у партнеров на сумму от 10 тысяч рублей вам вернут целых 6% от чека. А если оформить подписку Халва Десятка и отправиться на онлайн-шоппинг в любой из партнерских магазинов, можно получить обратно 10% от чека за покупку на сумму от 50 тысяч рублей. За товары на сумму от 5 до 10 тысяч вы получите возврат в размере 4%, а за товары до 5 тысяч вам вернется 2% от чека. За покупки не у партнеров тоже начисляют бонусы. На карту вернется 1% на сумму чека от 1 тысяч рублей. Кэшбэк в 1% от суммы начисляется и за оплату услуг в приложении Халва Совкомбанк. Но, внимание, возврат нельзя получить за операции в категориях мобильная связь, другие мобильные операторы, кредиты и перевод юридическому лицу по реквизитам. Баллы кэшбэка начисляются ежемесячно по окончании отчетного периода. Их можно обменять на рубли, накопив от 300 баллов. Но если накопили меньше, не переживайте, они не сгорят, а просто перейдут на следующий месяц. Как потратить кэшбэк? Откройте приложение Халва Совкомбанк и возместите любую из совершенных ранее покупок баллами. Время сравнения. Давайте сразу к делу. Лучшая кредитка для долгой оплаты это Альфа год без процентов. С ней вам не придется ломать голову, сколько нужно платить, сколько нужно покупать, чтобы не попасть на 50% годовых вместо обещанных нуля. Кредит Казбера на 120 дней тоже норм. Райфайзу на 110 вполне себе вариант. Самое главное совершить покупку в первый месяц, а остальное приложится. Если уверены, что сможете расплатиться за 1, 3, 10, 24 месяца и не придется разбивать платеж на 3 года, к примеру, смело берите Халву. Средняя ставка по потребительскому кредиту сейчас 25%. И поверьте, такие переплаты вам не нужны. Яндекс.Сплит – самая интересная штука из предложенных. Можно взять рассрочку на 2, 4, 6 месяцев и на 2 года. Ставка по всем покупкам по карте сплита 34,99% годовых. Но за 24 месяца вы заплатите 40% сверху, за год 20%. Такие ставки актуальны как для дешевых, так и для дорогих товаров, что немного дорого даже для потребительского кредита. Все-таки это больше сервис для коротких дистанций. А зона рассрочка вполне годна. Можно взять только на полгода, но достаточно много товаров, за которые не придется переплачивать. А за остальные попросят заплатить щадящие 10%. Тинькофф долями. Делить можно только на 4 платежа. Один платеж списывается сразу, остальные 3 – раз в 2 недели. Карта Халва подходит к тем, кто уже давно в теме кэшбэка и внимательно следит за каждым передвижением своих средств. А все актуальные предложения кредитных карт попроще. Отзывы и подробные обзоры вы найдете на сайте ВЗО. А если вам понравилась любая из карт Халвы, скорее оформляйте ее по нашей ссылке в описании.